Глубоко уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, во-первых, для меня приятно и большая честь быть сегодня здесь, среди вас, и представить результаты наших исследований по поводу тромболитической терапии в Республике Молдовы. Итак, первоначально я бы хотел остановиться вкратце на таком вопросе, как заболеваемость и распространенность острых нарушений мозгового кровообращения. Ну, в предыдущем симпозиуме довольно широко было показано, какая имеется распространенность, важность проблемы и так далее. Конечно, инсульт в странах Европы составляет 100-200 случаев на 100 тысяч жителей в год, и это действительно является очень серьезной проблемой. По данной профессора Кзеленковской из Польши, в 2007 году было опубликовано некоторые данные по поводу эпидемиологии и частоты инсульта в странах и Центральной Европы, и Восточной Европы. Я бы хотел сказать только, что вы замечаете, что Украина, Словакия, Венгрия, Круация находятся на первых местах и являются лидерами в данной проблеме. Здесь отсутствуют данные по России, но они, к большому сожалению, являются еще более высокими, чем в других странах. По сравнению с нашими соседями, в Республике Молдова частота несколько ниже, но также является довольно высоким. Какая обстановка в Республике Молдовы? Обратите внимание, что за последние 10 лет заболеваемость, новые случаи и распространенности резко увеличивалась. Это опять свидетельствует о том, что данная проблема является очень серьезной и распространенность и заболеваемость увеличилась почти в два раза за последние 10 лет. Это серьезная проблема не только для медицины, но и для всего общества в целом. Следующий пункт. Каким образом и что мы, врачи, должны сделать? В данном процессе, в большом процессе имеется несколько важных цепей. Это, конечно, профилактическая работа, но это не полностью зависит от врачей. Второй важный вопрос является лечение острых нарушений мозгового кровообращения в остром периоде. И тут возникает вопрос, что означает лечение? Согласно последним данным и согласно последнему рекомендации Европейской комиссии по лечению острых нарушений мозгового кровообращения, лечении острых или инсультов предполагается только терапевтическое окно. На сегодняшний день длительность терапевтического окна регламентируется в первые 4,5 часа. То есть всего лишь нам дано 4,5 часа для того, чтобы мы лечили инсульты, ишемические инсульты. И 6 часов для того, чтобы, если не помогает системная тромболитическая терапия, можно прибегнуть к артериальной фибринолитической терапии. И в данном промежутке времени заканчивается наш процесс лечения. Дальше мы переходим только к введению больных, к ранней реабилитации и лечению осложнений. Следующий. Имеется руководство или рекомендации Европейского комитета по лечению ишемического инсульта, который имеет очень важное значение для нас, неврологов, и в первую очередь дало нам возможность в Республике Молдовы еще раз сопоставить те направления и наши национальные протоколы с европейскими. И тут я бы хотел остановиться на несколько краеугольных проблем. Во-первых, это воспитание населения, знание симптомов острого нарушения мозгового кровообращения и то, что каждый должен делать, если, не дай бог, появляется данное заболевание. Второе. Организационные вопросы системы здравоохранения и именно наличие специализированных отделений, так называемый строк-юнит для лечения больных в остром периоде. Дальше. Нейрова, визуализация, превенция и различные стратегии лечения. Успех лечения инсульта зависит от четырех звеньев. Это быстрое распознавание разных признаков заболевания. Второе. Быстрое обращение за скорой медицинской помощью. Третье. Приоритетная транспортировка больного в стационар. И следующее. Быстрое проведение диагностических мероприятий с последующим назначением лечения. Вот эти четыре важнейшие звенья являются крайнеугольными в направлении как стратегии организации системы здравоохранения, так и в направлении лечения больных в остром периоде. Исходя из патогенетических механизмов, которые происходят в ишемическом ядре, был выпущен концепт «Время – это мозг». Или мозг зависит от времени, которое проходит от начала и до назначения лечения. Помощь при инсульте должна быть экстренной. Основной задачей должна быть минимализация задержек при транспортировке. Исходя из данного концепта, необходимо первое – идентификация симптомов для того, чтобы больной и окружающий поняли, что это инсульт. Второе – экстренное оповещение, транспортировка, оповещение центра инсульта, что да, имеется такой больной и скоро надо будет организовать острое лечение и немедленная диагностика и лечение данного больного. Следующее – служба скорой медицинской помощи. То, от чего мы начали. Во-первых, в Республике Молдовы 10 лет тому назад и в основном в столице была организована специализированная неврологическая служба оказания медицинской помощи. То есть, если применяется обращение, в которых имеется указание на том, что больной страдает неврологическим заболеванием, имеется порез, имеется химипорез, имеются судороги и так далее, к данному больному выезжает специализированная неврологическая бригада. И промежуток времени от появления первых симптомов до звонка в службу экстренной помощи является одним из значимых факторов задержек на догоспитальном этапе. Наш опыт применения тромболитической терапии уже в течение пяти лет показывает, что именно вот этот период времени является золотым периодом времени. И перед больным и родственниками появляется очень серьезная проблема. Как действовать, следующий вопрос, нет, подождите, пожалуйста, как действовать? Обратиться к семейному врачу, обратиться в службу скорой медицинской помощи или обратиться к, значит, родственникам? Следующий вопрос. Мы проанализировали историю болезни трех тысяч больных, которые обратились в наш центр по оказанию ургентной помощи. И если больные обращаются в службу экстренной помощи, то в течение они обращаются в первые восемь с половиной часа. То есть это минимальный срок, к которому они обращаются. Если больные само обращение, то есть где-то в пределах до двадцати восьми часов, и если обращаются к семейному врачу, то такой больной попадает в специализированное отделение через сорок пять часов. То есть здесь появляется такой вопрос, что больные с острым нарушением мозгового кровообращения должны обращаться в службу экстренной помощи. И таких больных у нас было 76% от всех госпитализированных больных из трех тысяч госпитализированных больных. Следующий слайд. Роль образованности населения и ее осведомленности об инсульте. Знают ли и какая категория больных обращается скорее всего? По мнению профессора Хаки из Хайдингберга, который является и председателем комитета по выполнению рекомендаций по инсульту, осведомленность об инсульте различается в зависимости от демографических и социально-культурных факторов и индивидуальных медицинских знаний. Мы начали серьезную программу по обучению населению, по пропаганде знаний по поводу сосудистых заболеваний и инсульта и особенно через средства массовой информации, которых вы видите эмблему здесь на данном слайде. Следующий. Дальше. Что означает время госпитализации у больных и от каких критерий зависит? Мы взяли один критерий. С высшими образованиями, то есть более высокий уровень и без высшего образования. Получились очень интересные данные, что те больные, которые имели высшее образование, в первые три часа обратились 15%, когда без высшего образования обратились только 5%. В последующие три часа, то есть первые 6 часов обратились 30% от всех больных с высшим образованием и только 13% без высшего образования. То есть все-таки какие-то знания по поводу инсульта и какой-то уровень, минимальный уровень медицинской культуры определяет состояние и действие больного в критическом состоянии. Следующий слайд. Мы провели сравнительный анализ времени госпитализации наших больных из Кишинева по сравнению с больными из исследований АСИСТ. Данное исследование АСИСТ проведено в скандинавских странах и в Германии. Данные следующие, что в первые три часа в АСИСТ обращались 37%, когда только в Тишиневе 20%. В последующие три часа в Тишиневе еще 24%, и того 44 часов, а АСИСТ 50%. То есть получается определенная разница 44 часа и 50 часов. Это свидетельствует о том, что да, действительно, такие образовательные программы национальные необходимы, они должны, мы должны их проводить, мы должны организовать для того, чтобы перейти к новой, к новому этапу оказания ургентной медицинской помощи больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Второе. Служба скорой медицинской помощи в 2008 году приняла 9372 вызова, и 75,5 из этих больных были госпитализированы. В принципе, это очень хороший показатель. Он коррелирует с показателями стран Западной Европы. То есть больные обращаются, и больные госпитализируются в специализированные отделения. Таким образом, больные с шимическими инсульта были госпитализированы в пределах 82%, с геморрагическим 77%. Следующий. Другой важный пункт является временной промежуток от оповещения скорой медицинской помощи до доставки. Значит, позвонил больной, и больной был доставлен в отделение, в наш национальный центр. И этот оказался, что очень хороший показатель 56 минут. То есть от звонка и до доставки больного в больницу прошло 56 минут. Следующее. Время пребывания больного для проведения исследований в приемном отделении составило 48 минут. То есть это полное клиническое обследование больного, проведение оценочных больных шкал, электрокардиографическое исследование, все анализы крови. И временной интервал от госпитализации больного и проведения нейровизуализации составило 72 минуты. Таким образом, получается, что больной, который обращается в скорой медицинской помощи, тратит, то есть доводится до полного обследования 56 минут плюс 72 минуты. Очень важное значение, как результат, как вывод, является то, что больные должны срочно обращаться в скорой ургентной помощи для того, чтобы быть доставлены и для того, чтобы быть полностью обследованы. Тромболитическая терапия. Следующий, пожалуйста. По рекомендациям ЕУСИ, все пациенты с инсультом должны лечиться в отделении острых нарушений мозгового кровообращения. Уже в течение 8 лет у нас в нашем центре, в Национальный Центр по ургентной медицине, работает специализированное отделение, инсультное отделение или Stroke Care Unit, где полностью обследуются больные и проводится лечение. Тромболизис, следующий, был утвержден в качестве метода лечения практически во всех странах Европы. В Республике Молдова данный метод, следующий, пожалуйста, был и следующий еще, был введен в конце 2005 года. И тут вы видите первое сообщение о том, что, да, в Республике Молдова мы провели первая тромболитическая терапия, вы видите первого нашего больного, и тут вы видите ту команду, которую, в принципе, провели. Это очень важно для того, чтобы подготовить специалистов в проведении экстренной и ургентной оказания специализированной помощи больных с инсультом. И мы их обучали через клиническую резидентуру в анестезиологии и реанимации с последующим обучением в клиническую ординатуру по неврологии. Таким образом, это те специалисты, которые имеют достаточно высокий опыт работы в интенсивной терапии и достаточно хороший опыт работы в неврологической секторе здравоохранения. Следующий. До сегодняшнего дня, в течение данного периода времени, с 2005 года, у нас было проведено 64 случая тромболитической терапии. Мы сегодня представлю только первые 54, потому что у меня имеются статистические данные, и на сегодняшний момент я их не произвел. Первое. Для того, чтобы проводить тромболитическую терапию, необходим протокол проведения данной терапии у пациента с острыми ишемическими инсультом. Мы разработали данный протокол на основании американских критериев и европейских. Тут включаются проверка соответствий к критериям включения, которые должны быть очень жесткими, осмотр и оценка больного, подготовка пациента для проведения тромболитической терапии, вся процедура тромболизиса, течения, действия при осложнениях, прекращения проведения, наличие осложнений и стандартные мероприятия после процедуры. Методика следующей. Методика ведения тромболитика. Тромболизис проводился путем внутривенного ведения, РТПА, в дозе 0,9 мг на килограмм массы тела. Максимальная доза для одного пациента составила не более 90 мг. Пациенты были подвергнуты развернутому неврологическому обследованию и с обязательным включением в таких шкал, как МИКС, Ранкин, Бартель и соматическому обследованию. Были проанализированы демографический профиль, факторы риска, особое внимание уделялось состоянию артериального давления, состоянию сахарокрови, лабораторные анализы. Подверглись следующие показатели. Особенно важно время появления первых симптомов, то есть дебюта заболевания. Следующее. Поступление в приемном отделении. Время проведения компьютерных, томографических исследований и результаты этих исследований, а также результаты лабораторных исследований. 23 ноября мы провели второй тромболизис, который мы смогли снять и постараемся сейчас показать вам. Это больная, 64-х лет, медицинский работник, заболела остро, ее доставили в нашу клинику в течение 40 минут после дебюта. Вы видите, что имеется глубокий, или имеется плегия, гемиплегия правосорония и полная моторная афазия. Больная страдала сахарным диабетом, имела мерцательную аритмию из факторов риска. Проводится доплерографическое исследование. Вы замечаете. Определяется состояние витальных функций, компьютерное томографическое исследование и, конечно, все показатели лабораторных исследований. Вводится РТПИ, и через 30 минут мы имеем эффект исчезновения или регресс симптоматики. Произошел процесс кровоснабжения. Больная появилась в движении и выраженность гемипареза резко. То есть плегия перешла к гемипарезе. На второй день больная прогуливается. Полное восстановление моторных функций и восстановление моторной речи на 95%. Следующий. Результаты. За период 2005-2009 года в наш департамент было госпитализировано 3648 пациентов. И мы смогли только провести тромболитическую терапию у 54 пациентов. То есть 1,8% получили тромболитическую терапию. Какие причины исключения? Это первое. Позднее обращение. 62%. Признаки внутричерепного кровоизлияния. 15%. Незначительное клиническое проявление инсульта и быстрый регресс. 12%. И другие противопоказания. 3%. Следующий. Общая характеристика пациентов по сравнению с контрольной группой. Возраст был более молодой, чем контрольные группы. Оценка неврологического состояния была более тяжелой. 16% по сравнению с 11%. То есть это и привело к тому, что больные более быстро приехали и обратились в департамент. Время от начала заболевания до госпитализации 94 минуты. То есть полтора часа от появления первых приступов. И время от начала заболевания до начала процедуры 156 минут. То есть в течение 156 минут среднее время, в которых начато было лечение. Следующий. Оценка факторов риска. Какие факторы риска? Первое. Ишемическая болезнь сердца. Более часто встречалась в группе исследований, а также мерцательная аритмия. В основном группы были близки по своим характеристикам. Но соматические группа исследований была несколько тяжелее, чем контрольная группа. Следующий. Среднее время доставки пациентов, которые мы провели тромболитической терапией, составило 94 минуты. И средний интервал времени от поступления до начала процедуры 62 минуты. Следующий. Диагностика. Рекомендации. Одной из важных рекомендаций ЕУС является, что все пациенты с инсультом рекомендуется проведение в экстренном порядке компьютерно-томографические исследования или ядерно-магнитного резонанса. Следующий. Ранние признаки инфаркта на компьютерной томографии были отмечены у 48% пациентов. Это мне или залу, чтобы я понял. Вам время. Нет. 20 минут. Сейчас я заканчиваю. Не спешите, но заканчиваю. Спасибо. Не спешу, но заканчиваю. Сглаживание извилин у 30% и денсинтрометрический коэффициент дифференциации серого и белого вещества 18,5%. Следующий. И еще следующий. Вот тут. Необходимо отметить, что по шкале НИКС по истечению 48 часов у 57% наступило значительное улучшение. Следующий. По шкале Бартелл. Следующий. Отмечается соответственное улучшение, но данное улучшение не заканчивается только наличием тромболиза. Это очень важно знать. Но она продолжается и в течение последующих месяцев. И наше уже ретроспективное исследование показало, что эти данные намного быстрее улучшается неврологический статус по сравнению с контролем в последующий месяц и даже полгода. Следующий. Признаки обширного инфаркта присутствовали у 28% и 11% скончались, 8 из них в течение первой недели. Следующий. Еще следующий. Вот один из тех случаев из наших больных, в которые больной скончался. Это был обширнейший инсульт. И следующий. На морфопатологическом исследовании мы видим наличие большого антеротромботического тромба и кальцификат, который присоединен к стенке сосудов. Следующий. И еще следующий. Межгрупповая характеристика клинического течения пациентов, получивших лечение, выявила следующее, что с уверенным улучшением, значит, было 35%, с улучшением 28%, с незначительным улучшением 22% и с ухудшением у 14%. Следующий. Еще следующее. Еще. Сравнительный анализ наших данных и международных данных свидетельствует о том, что те осложнения, которые были в нашем случае, они близки и идентичны с такими исследованиями, как СИТМОСТ и СИТМОСТ. Следующий. Последний. И в заключение я хотел бы сказать, что тромболитическая терапия для лечения остро-ишемического инсульта – это реальный и эффективный метод. Информирование населения о проблеме инсульта и возможности его эффективного менеджмента в остром периоде является очень важным. Следующий. Успех лечения тромболитической терапии зависит очень много от соблюдения критериев включения и исключения больных. И плохая информирование населения является очень плачевным фактором к уменьшению процента больных, которые могут получить тромболитическую терапию.